Привет всем любителям пошаговых стратегий, вы видите и слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет, прохождение Seedmare Civilization 6 на последнем уровне сложности, да ещё и с модом, который эту сложность повышает. Подробности все в первой серии, у нас чё-то чешется, переходите пожалуйста к ней, если не смотрели предыдущие. Ссылка на весь плейлист в описании в прикреплённом комментарии. Ну а я продолжаю, надеюсь что у нас уже тут такая финишная прямая, по науке вроде я так конкретно впереди, а вот по культурной, вот тут культура от Конга, я смотрю начинает нехило капать. Так, уран откроем, что у нас вообще? А, второй этот тоже сделан. Вообще давайте наверное уран, потом в проект Манхэттен пойдём. Мазутная, три армии, армады, потом в атомные подводные лодки, я даже наверное куплю. Поплывём контролировать Конга. Посмотрим другие победы. Не, ну религия точно нет. Дипломатия 5 точно нет. Ну военная само собой, то есть у нас либо научная, либо культурная. Кстати, а кто-нибудь ещё? Космопорты. Американец вышел в космопорты. И всё. Ну и я, само собой, я так вообще уже достраиваю практически. Так, буря. Кофе можно купить. Блин, я наверное зря Конга продаю. Конга не надо продавать. Точно, точно. Так, а давайте может в Конгу тогда перебросим ещё... Так, знаете что? А давайте мы у неё эти шедевры попокупаем. Точно. У меня тут тем более места до хрена. Начнём с шедевров письменности. Я не туда захожу. Быстрые сделки. Купить шедевры. Литература. Есть у неё. Всё. Так, у неё всё. Но реликвии тоже можно. Желательно покупать то, что ещё и культур, да. Потому что культура это защита. А, так, слышите, у нас тут в общем-то... Тут просто разнообразные можно... У нас тут не так... Ну, блин, надо, видимо, амфите эти... Театралочки строить. Так, художественный музей у меня ещё есть... Какое-нибудь чудо. Христос Искупитель. Надо реально вот Христос Искупитель где-то построить. Только не... Он строится только на холмах. Каком-нибудь... Где у нас какой-нибудь ненужный холм? Ну, вот тут не обработано. Ладно, давайте, наверное, сюда реально поставим. Так, а он как действует? Просто даст... 321, да? Христос Искупитель. Ещё 85. Что-то... 9. Ладно, пускай строится. А нефть я уже ж могу добывать? Могу. Пошли нефть добывать. Так, в Осаке нам надо будет театралку. Доделаем ромашку заодно. Так, хочу перебросить в Конго, воровать шедевры там. Так, ну вроде пока... Нет, не всё. Давайте глянем, что там ещё у Конго купить можно. Пейзаж. О, религиозных объектов нету. А, нет, это реликвии должны быть. А реликвия только у Египта. Ладно. Так, пока так. Вообще нам надо максимизировать ещё и культуру. С наукой у нас зашибись. У нас по одной клетке... По одному ходу всё открывается. Имху у нас культуркой... Да ладно. Христос Искупителя Клеопатра. Ну ладно. Блин, жалко я потратил инженера на это. Ноу-гуд. Так, что с Ураном? Во-первых, точно принимаем демократию. Там, на проекты бонус. Так, можно рационализм, я думаю, поставить. И новый курс, несомненно. Так, это мало культуры, чтобы ставить. Так, что-то у меня тут не показывается, что Уран у меня есть на территории. Неужели у меня Урана не будет? О, есть Уран, зашибись. Ну и, собственно, это единственный, да? Ну, достаточно. А он сам присоединится. Отлично. Так, давайте этим рабочим лучше сюда сразу... Или я куплю лучше? Ладно, куплю сейчас рабочего. Тут много всего ещё можно улучшить. На самом деле. Так, нефть и уголь. Но мне пока не надо. Морской порт в Сидоке. Тут давайте шпиона, пожалуй. Скаутов возвращать. А я остаток территории открою спутником просто и всё. Так, эту расформировываем. Да, надо, наверное, каперы вернуть. Чтобы из них подлодки делать. И проплыть будет. Мне надо будет в ГИФу покупать подлодки современные, чтобы так вот оплыть и отсюда, если что, бомбардировать Конго. Давайте фабрики и электроники. Они же четыре культуры дают. Вспоминаю, что культура – это защита как раз от... Так, здесь всё купим. Защита от туризма. Так, и три хода... Три хода до ещё каких-нибудь районов. Давайте тогда и слезские гранты пока. Почитаю, что у нас вообще с великими людьми. За каждый артефакт? Ну, такое. Инженеры мы, походу, и так возьмём. Адмиралов тоже будем брать. Так, дальше нам нужно космическую гонку. Блин, расщепление ядра. Да, откроем. Успорим. По одному ходу. Видите, открывается... Строитель. Так, пошли эту перепашку обработаем. Рурку конго построил. Но мы не могли этот рурку никак построить. Повторю. Одна... Всего лишь одна река, и та занятая у нас. Странно, нельзя украсить шедевр. Ну, тут можно наводить на театральную площадь мышкой. Там пишет, если... Слушайте, реально. А прикол, а как она... Ну, блин, вот я и говорю, такие читы от этого мода. Как она тогда идёт к культурную победу практически без... Вот, вот здесь, видите? Ну, это... Эти... Артефакты. И вот здесь. И всё, в общем-то. Ладно, давайте тогда пока... Она что у нас прокачана? О, так что... Давайте с дамбы начнём. Дамбу ей сломаем. Так, и тут фабрику электронную... Не ссоря на то, что они... Уже есть соседство, но будет дополнительно... Культурка капать. Я не верю, что растает лёд скоро. Я бы, наверное, сохранял бы... Каравеллы для того, чтобы можно было пысячок города захватывать ими, но... Ощущение, что они не могут проплыть. Клан Тигрового клыка уничтожили. Великие Зимбабве построили. Чак культуры. Так, проект Манхэттен можно строить. Построили... Космопорт, наконец-то. Тут занимаемся искусственным спутником. Так, и у нас... Как раз тут специально... Шпион сидел... Чтобы его в космопорте. Представляете, у нас три шпиона. Один... На промышленной зоне, другой в центре города, другой в космопорте сидит. Чтоб мне тут не мешали улетать. Так, а какие у нас вообще самые производственные Нагоя? Я в Нагое, наверное, после космопорта. Давайте сразу проект Манхэттен строить. Вообще, надо больше как-то рабочих. У меня еще... Столько клеток не обработано. Давайте просто куплю... Здесь и здесь. Так, уже можно апать? Может... Нет, давайте я дождусь вот этих современных подлодок. В них апну. Нет, уголь. Продавать нечего. Покупать. Что я могу... Литературку. Вот жалко, что у Конга нету. У Конга чисто артефакты. Но мне... То есть сейчас нету доступных сделок, потому что мне их некуда складывать. Складывать. Блин, надо было, наверное, археологически тогда строить. Литературку. 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 Глубная война. Ну, можно, как и поставить, чтобы... на нашей территории был минус им а сингл беги с проблемами калд ворс на то инк и тис берлин вы дед ли хит вот вместо того чтобы наши шпионы быстрее действовали поставим чтобы на нашей территории уровень вражеских шпионов был ниже так но и вместо строевого устава поставлю а еще космопорт не открыл вот эта космическую гонку надо видите поставить плюс 15 про плен убили агента смысле агент третьего уровня дался дамбу взорвать так паприка электроники есть угольную тут нету смысла может и тут космопорт построить не помешает куда вот вот сюда чтобы он соседство районом всем давал давайте из столицы все эти караванчики отправлять ой слушайте а я же могу электростанции ставить блин я забыл совершенно типа ветряки вот солнечная вот сейчас я солнечную поставлю то я тут угля придется покупать кучу но вот априти нету ветряков не еще не открыты геотермалки я нигде не могу а ветряки здесь ну а все равно технологии надо идти он тогда пока здесь рутник а вот здесь видите можно солнечные электростанции монумент канализация шпиона и здесь а по им ся под лодку современные не требуют нефти прикол то есть они просто сами по себе такие плавают нам не нужны никакие ресурсы интересно так ну театра лачка видимо блин или или промышленная не театра лачка без всякого соседства поставлю пусть а может мне еще кто уран может против всего один ресурс урана как-то мало да будет капать хотя каждая ядерка не не хочу дружбу не с кем заключать каждая ядерка это 5 урана стоит я пока и еще даже между нам 6 ходов 6 ходов 318 я должно нормально накопиться я думаю по я думаю что мне евро никто не продаст гибко полиэстер он без вам мать а вот 20 процентов к ракета сам чем на два раза его благодаря делику можем запустить проверю что муранами никто не продаст эти нету доступных сделок а у них вообще атака единственно кого уран есть ладно тогда ладно вот в пятерке подводные лодки могли подо льдами плавать что логично шестерки этого нету к сожалению так а давайте я в гифу в общем куплю 1545 ну следующим ходом даже пока не буду этого опыть просто кай подведу сюда так ветроэлектростанции можем строить ну кстати уменьшается разница в использовании угля на самом деле их надо в разных городах строить они в одном так блин а а я вот не уверен что венецианка работает на покупку сейчас посмотрим до строить надо чтоб двойные были ванны просто куплю два раза лучше что там у нас вообще с победой культурный но новая наваливает она там так мы может еще куда шедевры вот художественный музей в киото нет это мне ничего не надо сведущий ки только художественный музей вот три так и 10 ходов до конца эпохи смогу ли я в золотой век выйти так вот это мы ставим карточку на космические проекты если есть порта у нас порт есть в столице ну и все оставляем теперь у нас угля должно быть довольно мало так лунную экспедицию тут нам надо в социальные сети пять процентов культуры или в глобализацию все-таки сначала чтобы караваны усилить блин я все-таки культуру хочу почему-то я давайте культуру вот по науке я уверен что я улечу а вот то что этот с культурой там нехило так идет меня беспокоит так это тут будем держать эту подлодку прикол что солнечная электростанция в тундре ставится ну хотя что прикол солнце даже светит мало правда так дальше 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 надо последний этот найти ну я наверно термоядерку не буду стоять чисто ядерками обойдусь ладно надо все равно как-то так 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 и так все тут надо все открыть мы четвертый проект у нас нескоро так вот этот инженер говно атак блин что-то я не думаю что тут в этот раз в золотой век выйду десять ходов как-то знаете что нам нужны нужны надо построить все таки надо все таки построить ой повисло нет надо будет вот в ногое я куплю еще одну подлодку но мне нужны корабли которыми захватывать еще города поэтому в ногое мы будем после проекта манхэттен а может танки типа через через корею да ну корабль я строю один корабль и получаю два а танки мне придется ладно эсминец в очередь ставлю пока так а эту вот мы где-нибудь здесь попросим пароход у кореи так ну пока короню мне надо будет союзить конечно города чтобы карточка на процент работала центр вещания фабрику электроники давайте космопорт фабрику электроники так надо купить шедевры всякие любимый зритель если тебе нравится видео то поставь пожалуйста лайк и оставь комментарий кроме того где-то либо здесь либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети ну а если ты все еще не подписался на мой канал то конечно же подпишись можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков патрициев а некоторые видео раньше чем для других зрителей кроме того появилась функция супер спасибо где-то под видео это как донат только не во время стрима а только этому видео всем спасибо за поддержку музыкальных привет она тоже всех продает но что поделать блин а так не хил уже треть набила это культуру именно повышать а у нее забирать туризм так пока не видать что нам исследовать надо три тысячи сто тридцать можно украсть букетики у них 4 сколько она бабла вообще они грибут так чё паю здесь под лодку так ну давайте строителей делать театр археологический монсен-мишель педро пастбища плюс пища так профессиональный спорт а не видать все еще нашего нужного нам проекта так построили мы проект манхэттен и у нас уже двадцать как минимум четыре ядерки шибись так продолжаем значит ядерка 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 в гифу все таки она требует 6 ура ну значит другая скорость просто из-за скорости больше ничего ничего страшного так что тут ложить на один ход производства как раз и начнем там ядерку так как мы тут лиса загадана так и сделаем так зашибись все заканчиваю ход еще купил несколько шедевров сидим блин он наяривает блин плюс по моему плюс 12 туристов что ли заход получилось да выйду в темный век скорее всего ах ты мне на разумных спидеть еще тут нет или 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 в темный так тут ничего не меняю а вот тут я бы поставил пять процентов но это мне надо сюзеренить придется встретить кого там у меня три посла ой блин я забыл уголь купить вот это ошибка а уран никто не продает так значит в гифу начинаем ядер по токио продолжаем проект запуск колонии на марсе как и по великим людям как пока всякая фигня предлагается здесь будем на рейну прокачивать чеченица он к закончила вино можно продать и отсуток не конга не конга чуть не согласился уже а может фестивальная театральная площадь еще давайте играть во за счет чего мы будем культурку иметь блины все еще не видно так что кибернетика сюда силовые ячейки сюда морские поселения но нам так как через это видите да если кибернетику сначала откроем потому что тут ускорение в любом случае так глобализация пошли я могу так брюссель 4 союзить карман вообще только три посла окланд юханесбург кстати окланд было бы неплохо давайте окланд застоюзим это куча производства на морских клетках посмотрите посмотрите что что за ужас в сидзуоке не я наверно не буду пока карточку на пять процентов культуре сай зря в нее шел на было в глобализацию значит идти сначала все что может мне тогда подну давайте в глобализацию а потом пооткрывать вот эти на послов так как делать какие вообще юниты может кто-то плавает на автомате карина бубулина ну кстати подождем эти юниты используем с карину бубулину на ком-нибудь из них у еще разведчики у нас имеются тамураи всадник все это эти все неинтересно так было 118 прошлым ходом 133 теперь охренеть так пока ничего не делаем забираем о линкор с углем его катер сформируем подождите а мне не было разве во у меня же армада броненосцев было вообще-то тоже с другой стороны нос чешется чисто чтоб дополнительный уголь капал археологический музей можно археологические тип подокупать еще у кого-нибудь артефакты ну у конга мы в первую часть покупаем понимаете а потом то что подешевле у меня три хода уже до третьего проекта я последний не открыл до сих пор оклин перекупили да блин никому был не нужен а тут это одного посла буквально надо мне кажется все таки в обычный век как-то выйду ну вот например да я думаю если можно если бы постараться можно было бы и и в золотой тут так электронная коммерция блин 24 производства не так уж и много на самом деле может не ставить да блин где проект последний давайте морские поселения они сами по себе прикольное есть эсминец эсминцы и и и и и так но мы в принципе готовы до кап стрела у него тут я смотрю фрегаты стоят у нее сто шестьдесят уже половина ну то есть вы видите что она быстрее набирает туризму чем я улетаю на самом деле ски гранты театральная площадь ммм ну продолжу наверное сливецкие гранты пока так а тут нам нужна синтетическая технократия плюс 30 процентов а стоп мне надо в якогами между прочим да вот это вот построить наверное оставшиеся заряды строители или национальный музей ладно строители чтобы быстрее улетать ну я тут склеил переход хода но я уже слышал что рок-группы играли одна правда один раз только слышал рок-группа играла но тоже давайте осудим конго египет обил войну конго о подождите так он уже где-то далеко так не понял что из-за того что конго захватила какую-то ггшку против нее клеопатра корея и персия о зашибись так сейчас я подумаю надо ли мне прямо сейчас синтетическую техно дай вот тут в итоге проект прикиньте да немножко не повезло так давайте после синтетической технократии все на послов по открываем два три и все видимо да ну сюда пойдем в управление будущем ну надо брать синтетическую технократию одно счастье немножко из-за этого блин с другой стороны подожди пока рано стоп пока рано так значит с конго у нас начали воевать трое ошибись очень здорово меха не починены давным-давно что по культуре сто семьдесят восемь семьсот шестьдесят четыре туризма вход больше туризма чем у меня культуры ай-яй-яй ну тут пофигу давайте я за свою проголосую два его и тачки наверное инженера ну конечно у меня нет вообще дипломатических очков поэтому тут не от меня зависит что пройдет но мне было бы круто если бы инженер прошел не начисляются адмирал ну и похер кстати честно говоря так колонию на марсе запустили а 13 11 ну и пять процентов пока не работает блин а все-таки может быть я мог два хода наверно мог все-таки золотой выйти так три хода у нас до последнего проекта эти три хода наверное давайте почитаем исследовательские гранты в столице так первая атомка так тут фестиваль на театральной площади здесь продолжим ядерки строить так пробуем союзить фес что нам дает ничего особо но просто один всего лишь постол для так окланд обязательно ну и здесь это значит десять процентов к культуре например карточка может быть у нас 80 ну или 179 ну давайте вот это дать народ это поставим и так и так сделаем нам важнее сейчас нам важнее сейчас плюс науки и культуре чем сейчас глянем как у нас следующим ходом будет плюс-минус на уголь самый крупный город страны токио еще три посла и да вот умные материалы один ход отлично у нас уже четыре ядерки что у нас с культурной победой блин ну вы посмотрите как наяривает просто посмотрите на это так что нибудь могу еще засоюзить какую нибудь ггшку вот и ну и и и и А мне больше никуда шедевры не залазят, что ли? Так, два письменности. Четыре письменности можно купить и одну музыку. Так, зашибись. Исследовательские гранты. Исследовательские гранты. Исследовательские гранты. Так, а вот здесь мы можем... Королевское общество. То есть мы можем... Давайте я, наверное, синтетическую технократию приму. Я могу вот так поставить. Дальше плюс 13. Что там наследие демократическое? А, караваны. Да, херня. Вот, довольство и жилье давайте поставим. Ну, плюс 11. Такое, плюс 11. Давайте электронную коммерцию лучше. Вот так делаем. 1345 науки. Нам после открытия ускорялок наука не нужна будет, как вы понимаете. Мы все на науку уберем. Да, слушайте, мог выйти опять в золотой век. Была бы вся игра чисто через золотой век. Но немножко другие приоритеты. О, нам нужен вот этот инженер. Блин, может тогда инженерные гранты лучше читать? У меня и так науки завались. Ну, давайте его завались. Так, я поэтому еще завались. Так, я хочу завались. четыре ядерки я думаю свечом и конга за это закидаем но она очень быстро наяривает блин может уже начинать хочется если уже кидает уж вы захватывать сразу город видите у меня где-то далеко пока новое время обычная эпоха у меня жаль это сэнс френдер т.д. хэвэн значит столицы последний проект а блин я могу из проект еще до королева получается сделать мы посмотрим ладно татуану делаем сюзереном тут я сюзерен и так сингапур еще три еще три у нас аншан что делает о науку за арти ну хотя нас так науки уже маскат бандар блин а вот лохор могу вале он свалетта было прикол так ну и одного посла оставим на всякий случай но сейчас у меня должен такой нехилый бонус быть 222 культура 444 науки за сюзеренство так 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 Что-то там можно было продать. И купить. Блин, блин, блин. Да, все, в следующем ходу, наверное, начнем. Несмотря на то, что далековато еще эсминцы. Но забрасывать уже надо. Это вот сюда. Посмотрите, как затопило Конга. Тут нормально так районов Конга потеряла. Я вернусь опять к свету. Блин, сто туристов осталось. А что, он не воюет разве? Ну, воюет. А почему у него нету совмест... А, присоединиться к текущей войне, да. Фига себе, он с меня требует? Еще что-то, чтобы я присоединился к войне. А с Египтом, если? Она вообще не готова это давать. Она держа шах. То есть, они кризисной не готовы. А если к обычной? Пссс. Ладно, идите. Так объявлю войну. Да, партия в целу без бросания ядерок не то. Ну, тут рожечку, чтобы еще накрыть. Хотя истребитель просто в городе, он не охраняет. Он просто находится в городе. Блин, мы не купим его два хода. Ладно, еще поделаем логистику промышленной зоны. Не должны вроде армия конга мне мои подлодки убить. Там какие-то фрегаты всего лишь. Так, что перекупили? Болонию. 41 ход все равно пишет. Ну, охренеть. Пока ничего не меняем. Ну, вот следующим ходом надо менять, поэтому что-нибудь за один ход надо открыть. А, ну тут вперед идет за один ход. Ну, давайте вот это. Борьбу с глобальным потеплением. Еще три посла. Кардив, кстати, дает электричество за каждое здание в гавани. Это нам круто. Вся столица в контр-шпионах у меня. Так, дальше куда? В бандзуконка, да? Все равно забрасываю ядерками. Туризм накапливается. Так. Вот и сюда надо. Две театралки накрою. Город и промышленную зону и дамбу. Слушайте, а там никто не улетает еще вместе со мной случайно. Ну, по идее, они отставали по науке? 73 как бы нормально отстают. Ну, Линкен два проекта уже сделал. Удзетян заканчивает второй. Так что, да. Наверное, фестивали уже на театральных площадях не надо. А что мне Сиджон объявил войну? Они что в со... Эх, я что-то не понял. Я попал в его юнит какой-то, видимо, там. Вау. Так. Ну, я не думаю, что у меня какие-то проблемы создаст. Ну, все равно неприятно. Да, ну, я сейчас многие осудят, потому что я ядеркой воспользовался. Это серьезный минус к отношениям у всех. Америка изменила правительство на фашизм. А эти люди меня обвиняют в использовании ядерки. Представляете? Так. Кто-то кому-то еще войну... Слушайте, написано, походу... Смотрите, Конго необходимо добиться своей культуры еще одного игрока всего лишь. Охренеть. Не, ну это какие-то читы, слушайте. Ну, как это может быть? Как оно может так вот набиваться, когда у тебя практически все. 10 ходов победа. Я за 10 ходов кати не улечу, мне кажется. Хотя... Хотя... Только у нас два хода. Могу я купить сейчас этого? Блин, чуть-чуть не хватает. Денюжков. Надо что-то попродать. О! Ну, запустите вот только следующую культуру. Ну, на один ход хотя бы. Ускорим улетание. А, нормально. Уже... Уф... Уф. Что... Уф. Уф Уф. Уф. так как эти центре городов за религию надо все скупить а еще можно отменять науку все а зато ставить на культуру а и 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 так сфигачим этот город и захватим 8 более тут вон везде туристический курорт есть который тоже туризм дает пока ядерки закончились будет прикол конечно если такого количества ядерок нам не хватило и зачем не следовательские гранты уже тут даже еще непонятно что ставить ты что откуда это приплыло что-то так еще каких-нибудь шедевров я могу разместить мне вроде вроде нет все это максимум у нас 262 из 350 вот сейчас смотрим следующий ход по караваны корея грабит ничего не ставлю 274 x 372 а причем я главный его соперник между прочим видите так ладно сопротивляемся закончили запуск межпланетный теперь везде ускорялки делаем что а а а а и а 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 ну я бы сказал что ходу в 6 наверное для победы нам надо но это много Не буду врать, это много Так, я могу ядерку бросить Санга В нее я еще не доплыву, видимо В общем, Банзун Сунди Захватывать К этим можно подплыть, просто пообстреливать А, нет, а, можно Да Просто думаю, сейчас мне какую-нибудь ядерку Хотя мы уже практически все города тут накрыли Это же не знаю, куда еще кидать Да, мне все-таки Наземные юниты нужны были бы Фестиваль проведем Обратите внимание, у Китая уже 1100 науки Но я-то уже все запустил Они максимум два проекта Так что я думаю, что по науке точно Меня никто не догонит У меня единственный соперник остался Конго культурное Но 100 туристов Блин, если бы я его Если бы я в нее не покидал Да, пофигу Если бы я в нее не покидал ядерки, то Ну это какие-то читы Там просто не может быть такого туризма По тем артефактам, которые там были Это просто какой-то бред Так Давайте, наверное, следующим ходом Мы его используем Когда запустится уже Точка Лагранжа Так, у нас еще две ядерки Но тут я хочу Сангу захватить Ну этот умрет В ядерном пепле здесь Так, Банзун Сунди еще захватим Подержу пока ядерку 284, 287 Китай раскочегарился Но им просто рисуют цифры, понимаете? Вот просто к этому моменту ходов Им просто рисуют цифры какие-то определенные Так, раз, два, три Три пока запущено Пять То есть мы летим Два Пролетели четыре Ход Блин, как Как атомная подводная лодка Не убивает бомбарду на корабле? Просто, что там такое? Так, это не все Так, еще раз, два, три. Да, космопорт дает сосед. Так, летим уже восемь ход. Ну да, думаю, два-три хода осталось. Два-три хода и эту чувиху, я думаю, мы тоже остановили. Да, слава богу. Банзун Сунди захватим. Я думаю, можно прекратить уже ядерки. А, ну, с другой стороны, я в городе строю, в котором больше-то и нечего строить. Так, а почему не захватывается? Слушайте, а вот прикол. А, вот смотрите, этот город на самом деле не был на побережье, да? То есть вот это вот просто затоплено было. И город, который не был на побережье, теперь с побережья не захватывается. Ну, это... Это глюк. Несомненно. Ну, я думаю, можно начать подводить итоги. В общем-то, если вы сравните с прошлой партией, где я играл за Норвегию, тоже с этим модом на сложность, вы поймете, что компьютер точно так же развивался. То есть у него вот на те же хода были вот такое количество там культуры, науки. И я здесь победил только потому, что, зная, как будет действовать компьютер, я просто пошел в определенную стратегию через развитие. И обязательно наука. То есть полный фокус науки, не ввязываемся ни в какие войны. Потому что я тогда за Норвегию, я вынес Англию, но это было намного сложнее. Я потратил намного больше усилий для этого. Потому что Англия, несмотря на вынос, она постоянно не отставала вообще по технологиям, по юнитам. То есть мне показывает, что у нее мало науки, меньше, чем у меня. Но при этом все юниты у нее такого же, ну той же эпохи, что и у меня. И поэтому фиг ее захватишь вообще, в принципе. И очень, ну я ее захватил в итоге. Но из-за этого вы тратите очень много ресурсов на войну. И не так сможете восполнить научное развитие, как в обычной игре, без этого вот мода на сложность. А этот мод, он просто рисует компам циферки. Потому что, вот вы даже обратите внимание, у Конга, у нее даже шедевров не было столько, чтобы... Даже, скажем так, даже рядом не было столько шедевров, чтобы иметь такой, по туризму, такой выхлоп. Так далеко быть по туризму. Тем не менее, как вы видите, чуть ли не побеждала Конга, себе ядерками в нее не популял. Немножко. Ну и по науке вот эти меня чувачки, в принципе-то, догоняют. Ой, ты вон 1200 науки раскочегарила. А здесь вот только благодаря тому, что я свою культуру еще раскочегарил, тоже сделал. Потому что это 400, это вот мои 399. Я, например, внутренние туристы высчитываются от культуры, а не от туризма своего. Там есть форум, у меня есть видео по этому поводу на канале. Тоже можете найти, посмотреть. Ну, конечно, немножко дебильная культурная победа сделана в шестой циве. Не очевидно, так скажем. Так, сколько там осталось лететь-то? 24 из 33 и 1. Да, следующим ходом победа, так что я думаю, я просто Shift-Enter нажму, чтобы уже ничего не делать. Ну вот, купили там шедевры у Конга, выкупили. Да, но я просто не считаю, что вот этот мод, он типа делает сложнее, но он заставляет вас просто вообще без войны играть. То есть вы убираете целый пласт, целый пласт тактики из игры. Потому что если вы будете тут воевать, вот именно на ранних этапах, то ядерок, конечно, на ядерках все просто, само собой. Просто приходишь, кидаешь и забираешь. А на ранних этапах вы не можете тот искусственный интеллект, против которого вы воюете, его остановить. У него постоянно вот эти равные вам юниты, и вам очень много надо туда вкладываться. И захват городов этой цивилизации все равно не позволяет вам... Так, я какого цвета белого? Не позволяет вам адекватно потом соперничать в развитии. Мне интересно, науке вход... Даже, смотрите, вы не смотрели на такую науку, я, ну, не так, чтобы далеко улетел, да? Так, теперь меня культура интересует игрока. Тут, по идее, должна Зингамбанди, да, сжечь? Да. Вот тут мы ее догнали, и Египет. Еще, посмотрите, воевали ли компы. Я практически не воевал. Где тут количество битв? Вот, количество сражений. Ну, вот эти мои количество сражений, это все с варварами. Прикиньте, сколько мы навоевались с варварами. А так, больше всех у нас с Аладдин, похоже, нет. Это у нас зеленый. Педру? Педру. Надир Шах. И Елизавета. Вау. Они там воевали друг с дружкой. Так, потеряно юнитов. Педру, да? А, уничтожено. Елизавета. Ну, как-то не видать это было в результате, чтобы там что-то друг друга захватывали как-то. Делали. Ну, в общем, у меня все равно не очень к этому моду отношения. Вот, мне писали к прошлому прохождению, что, типа, можно дать еще один шанс. Ну, вот, понимаете, чтобы на нем побеждать, на этом моде, вот надо просто так действовать, без войны. Просто сидишь, развиваешься, вот в определенную, то идешь, там, ищешь научные ГГшки туда посылаешь. То есть, вот так вот в науку выйти и следишь, чтобы другими способами никто не мог победить, вот как сейчас пыталась это сделать Конго. Компьютер вообще не вкладывается теперь в религию, я смотрю, не особо было распространено, да? Ну, а в дипломатические он редко идет. Так что, получается, следить надо только за культурной победой. Вот, смотрели, приостановили ее, чтобы она не вырвалась вперед. Ладно, на этом все. Спасибо, что смотрели. Ваши впечатления, как всегда, хочу прочитать в комментариях. Играйте в умные игры. Слава Украине, живи Беларусь, всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.